Здравствуйте! В эфире специальный выпуск телеканала CBC. С вами Таймур. Атаев, сегодня хотели бы рассмотреть вопросы, а действительно ли все же в Армении готовы избавиться от реваншистских настроений и все же, что движет социумом Армении, потому что мы видим на словах говорится одно, в действительности происходит совершенно другое. Мы надеемся, что сегодня мы об этом сможем хотя бы в отдельных каких-то направлениях поговорить с нашим гостем. Это Намик Алиев, чрезвычайный полномочный посол, доктор юридических наук, профессор. Здравствуйте, Намик Алиев. Добрый день, Таймур. Рады видеть вас и надеемся, что мы сегодня рассмотрим какие-то хотя бы отдельные аспекты происходящего у наших географических соседей. Начнем, наверное, с того, что буквально два дня назад мы услышали сказанное помощником президента Азербайджана Эльчином Амирбековым по поводу того, что Азербайджан готов и уже хоть буквально в ближайшее время подписывать мирное соглашение, как и говорилось об этом раньше. Ну, не меняется конституция, хотя и говорилось до этого, что меняться должна конституция, референдум какой-то проводиться в Армении. Не меняется, хотя там идет ссылка на декларацию, которая фактически озвучивает территориальные претензии к Азербайджану. На ваш взгляд, все же, вот тема смены, тема референдума и так далее, которая очень активно педалировалась, а сейчас ее вроде переносит на 2027 год. С чем это связано? Прежде всего, мы с вами все это время наблюдаем, как этот мирный процесс методично тормозится со стороны Армении. Заявления и действия не соответствуют друг другу. Мы говорим, что необходимо выйти на финишную прямую и подписать мирный договор. Армения говорит то же самое, еще больше, чем мы, и говорит о том, что она вот-вот готова и готова без всяких предусловий, без всяких лишних движений подписать мирный договор. Все уже почти готово и вот-вот-вот-вот. На самом деле-то это все игра слов, потому что в реалии, если сегодня подписать этот мирный договор, то либо он не проходит ратификацию, либо его, скажем, признает недействительным Конституционный суд Армении. И даже если из политических соображений это не происходит сегодня, это может произойти при смене правительства. То есть придет новое правительство и признает договор, мирный договор, несоответствующим Конституции, несоответствующим Декларации о независимости Армении. И таким образом этот договор окажется простой бумажкой. Вот предвидя все это, Азербайджан четко и ясно говорит, что без изменения внутреннего законодательства, без изменения Конституции, заключать мирный договор бессмысленно и просто невозможно. Мы просто подпишем бумажку, которая не будет ничего стоить. Собственно говоря, этого и добивается Армении с учетом тех реваншистских настроений, которые существуют в обществе, с учетом того, что в последнее время она усиленно вооружается и вот эти вооружения придают уверенности, что когда-то можно будет отыграть все назад и реализовать те положения, которые у них закреплены в законодательстве. Намик Малим, ну тогда давайте, может быть, чуть-чуть подойдем к этому социологически, я не знаю, психологически или с философской точки зрения. Допустим, да, вот формирование этих реваншистских идей, они же не на пустом месте возникают, да, то есть в общество должна быть встроена какая-то вот стезя, которая все время формирует вот эти настроения, и из которых фактически, да, этот вот круг или рамки, назовем, выйти нельзя, не получается. Но, с другой стороны, ведь своего рода парадокс. Если в Армении действительно понимают, что необходимо двигаться вперед для того, чтобы реальная государственность была действительностью, тогда необходимо подключаться к экономическим проектам, тогда необходимо себя уже чувствовать не объектным, а с субъектам мировой политики. Ну, мы очень часто с экспертами обсуждаем этот вопрос, и с зарубежными, и с местными, и в армянском обществе, кстати, видно, что иногда проходят вот такие мысли. Но, с другой стороны, не меняется ситуация, то есть нет ли здесь все же вот какого-то психологического крена, который не позволяет перейти вот к тем реалиям, которые, к пониманию реалий и предусмотрению шагов, которые должны двигать Армению вперед? Ну, мы с вами неоднократно беседовали на эту тему, и мы прекрасно знаем, что армянское общество находится в плену тех мифов, которые они сами создали. Они создали эти мифы, они в них верят, и они никак не могут избавиться от них. Я думаю, что тот срок, который прошел после восстановления нами территориальной целостности и суверенитета, он достаточно небольшой, чтобы армянское общество могло переосмыслить все то, что на протяжении многих десятилетий, а может, веков, бивалось им в голову. Та история, которая создавалась параллельно всемирной истории, и в плену которой они сегодня находятся, эти мифы, которые их окутали, все это не позволяет им мыслить совершенно другими категориями. Они мыслят только одними категориями, но вот это зомбированное общество, к сожалению, мешает и властям Армении принять все-таки решения, направленные на, скажем, педалирование мирного процесса и подписание мирного договора. Здесь самая, на мой взгляд, серьезная проблема заключается в том, что, помимо вот этих мифов, Армении никогда не была субъектной, не отличалась субъектностью государства и не принимала самостоятельных решений. Вот этот факт и эта реальность, она, собственно говоря, и, скажем, регулирует, дирижирует вот этой ситуацией, потому что те решения, которые сегодня принимаются, противоречивые решения, которые принимаются на уровне политического руководства Армении, они свидетельствуют о том, что эти решения принимаются под давлением тех хозяев, которые управляют сегодня, в принципе, властями Армении. Ну вот опять мы тогда подходим к тому, намек, Майлим, да, вот то, что вы говорите, и, к сожалению, это подтверждает, да, вот и в начале вы передачи говорили о том, что вот эти реваншистские идеи, они фактически на той внутренней почве и сформируются. Причем, ведь обратите внимание, буквально тоже вот сутки назад прошла информация о том, что в Звардноц в очередной раз доставлена какая-то партия специализированного оружия, и, мало того, впервые проходит такая вот четкая информация, что для того, чтобы управлять этим оружием, сюда направлен личный состав. И посмотрите, как все получается, да, то есть если брать, вы говорите, субъектность, объектность, ну ее нет, просто, к сожалению, для них самих нет. Ведь что происходит? Когда говорили о мирной гражданской миссии, говорили, что это там будет 40 человек, потом 140, потом 200, сейчас чуть ли не 400 и так далее. Потом увеличивается до 1000, до 2000. Тоже начиналось где-то месяц назад. И вот мы слышали, что некий представитель американской там по линии Минобороны будет находиться в Минобороне Армении. А вот прошла информация, что чуть ли уже не личный состав до 50 человек. Вот о чем это говорит? То есть получается, что Армения сама, если внутри, может быть, как вы говорите, там готова была бы на какие-то там соглашения, то есть внешний фон, все же внешняя площадка подпитывает вот эти настроения милитаристские, или все же здесь совпадение, и непосредственно сама Армения вот пытается формировать внешне как бы миролюбивую точку зрения, а в реале это получается агрессивное устремление. Я думаю, что здесь комплекс. Здесь нельзя говорить только об одном факторе, потому что мы наряду, значит, и вот с теми процессами, которые сейчас происходят, и теми фактами, о которых вы говорите, здесь есть моменты, которые связаны, скажем, с недавней историей. И мы помним приход власти Пашиняна, когда он пришел как прозападный политик, воспитанник фонда Сороса, и все тогда, в общем-то, говорили о том, что речь идет о переориентации армянской политики на Запад. Какое-то время это, скажем так, не очень чувствовалось. Это была какая-то эйфория в связи с тем, что, в общем-то, общество освободилось от Карабахского клана, и сейчас мы, в общем-то, будем укрепляться, развивать демократию и так далее. Но чем дальше, тем больше стала появляться антироссийская риторика, и стало ясно, что речь идет об очередном предательстве, речь идет о предательстве своего хозяина, под крышей которого Армения долгие годы развивалась, укреплялась, а потом и оккупировала наши территории. Сейчас речь идет об очередном предательстве и активном, скажем, активном движении на Запад. И вот это движение, оно, в общем-то, проявляется потихоньку. Мы помним, ну, недавнюю, несколько месяцев назад, встречу, значит, лидеров Армении, ну, Пашиняна, с представителями Соединенных Штатов, с представителями, значит, Европейского Союза. И эта встреча носила, как бы, скажем так, программный характер. Хотя она прикрывалась, в общем-то, и, значит, социально-экономическими проблемами. Говорилось о том, что там речь идет о оказании социально-экономической помощи в развитии Армении. Ну, там все-таки были какие-то секретные пункты, которые обговаривались и которые начинают потихоньку проявляться. И вот совершенно плавные, скажем так, достаточно плавные размещения миссии наблюдателей на армяно-азербайджанской границе, значит, выдавливание российских пограничников из аэропорта Звардноц, вот нынешняя ситуация с размещением американских военнослужащих и техники на границе с Ираном. Вот эти факты, они говорят о том, что Армения, с одной стороны, ориентируясь на Запад, решает те вопросы, которые входят в интересы их западных партнеров. С одной стороны, если учесть ситуацию, достаточно критическую ситуацию в отношениях Ирана и Израиля, то вот последний факт говорит о том, какую роль, в общем-то, этот факт играет в развитии этой ситуации. В то же время, если мы с вами посмотрим на предыдущие факты, это вывыжение Армении со стороны Франции, а потом Индии. Ну, контракты с Индией на 2024-2025 год, они составляют порядка 600 миллионов долларов. Это не такой маленький объем, если учесть нищенский бюджет Республики Армения, то это достаточно серьезный для нее. И в то же время мы видим, как раскручивается спираль вооружения Армении со стороны Франции. И вот эти моменты, они говорят о том, что достаточно серьезные усилия предпринимаются для того, чтобы вооружить Францию, и выводы напрашиваются сами, против кого она, простите, вооружение Армении, и выводы напрашиваются, само собой, против кого она вооружается, Армении, сегодня. Вооружается, естественно, против Азербайджана, и вот это, собственно говоря, процесс вооружения является подпиткой реваншистских устремлений Армении. Если мы, естественно, понимая, что идет мирный процесс, идет подготовка мирного договора, мы должны подписывать его, две стороны должны подписывать, а в это время идет вооружение одной из сторон, и понимая, что это вооружение будет подпитывать реваншистские настроения, мы четко понимаем, что речь идет о том, чтобы не дать возможность подписать этот мирный договор. И, в принципе, вот какая-то непонятная позиция самого Пашиняна по поводу изменения Конституции, когда он поднял вопрос о необходимости изменения, и, в принципе, собирался это делать в ближайшее время, а потом растянул его, так сказать, на очень длительный срок, вплоть до 27-го года. То есть это фактически, вот его решение означало, что до 27-го года мы договор подписывать не будем. Он прекрасно понимает, что это принципиальный вопрос. Он заявляет, что в 27-м году, до конца 26-го предложит проект, а потом будет рассматриваться, это будет 27-й год. Действительно же, так было. Вы знаете, вот сейчас вы говорите, вспоминая вот эти переговоры трехсторонние, которые имели место еще с Шарль Мишелем, да, президент Азербайджана Аль-Хамалиев, премьер Армении, Шарль Мишель. Когда Шарль Мишель там выступал с заявлением для прессы, и Никол Пашинял молчал, на следующий день он, прямо на следующий день он проводил заседание правительства, и там полностью дезавуировал Шарля Мишеля. Но вообще вот между отношениями Запада и Армении происходит очень интересная такая, ну, не знаю, там, скажем, очень интересная позиция между этими государствами. С одной стороны, такое впечатление, что, вот вы говорите, там, Нищенска, Армения, что, по всей видимости, им пытаются создать какие-то искусственные условия для того, чтобы они зарабатывали некие суммы, да. Президент Азербайджана Аль-Хамалиев недавно подчеркнул, буквально по цифрам, как увеличился ВВП Армении, как увеличивается экспорт Армении, и все оказывается это, что подсанкционные товары, которые идут через Армению в Россию. То есть, фактически, Запад, который контролирует вот этот поток, получается, что закрывает на это глаза, если не сказать, что подыгрывает в этом. То есть, фактически, там чуть ли уже не цифра, 7,3 миллиарда же была. А с другой стороны, вот этот вот закуп оружия, необходимость для этого, получается, что это своего рода колониализм в новом формате. То есть, вот мы вам подкидываем нечто, вы выполняете наше задание, но в геополитическом ключе. На ваш взгляд, нет ли вот здесь вот своего рода такой вот новой формы игры? Здесь и колониальная политика, здесь и, естественно, политика, экономика вместе, плюс еще и финансовая составляющая. Когда одни государства, так скажем, получают очень серьезную порцию критики за то, что осуществляют реэкспорт, а Армения практически не входит в состав этих государств, хотя она увеличила чуть ли не в 5 раз вот эти цифры. Ну, вы знаете, одним из принципов колониальной политики является поменьше вложить в это дело и побольше выкачать ресурсов из этой страны, возможностей, то есть, будут экономические или политические это возможности, в своих интересах. И вот здесь то же самое. Чтобы не вкладывать, не оказывать конкретную финансовую помощь Армении в еще больших масштабах, определенная часть покрывается вот за счет этого реэкспорта, который идет в Россию, реэкспорта от санкционных товаров, и на это Запад закрывает глаза именно в своих интересах, для того, чтобы не финансировать своего, скажем, подопечного, меньше потратиться на это, но зато получить потом какие-то политические дивиденды, или, может быть, даже потом со временем и экономические. Но я думаю, что здесь вопрос достаточно, скажем так, непростой, потому что мы уже видим, как начинает реагировать Россия на эти шаги Запада и Армении, и буквально неделю назад первое ограничение уже связанное с поставкой в Россию фруктов и овощей из Армении было ограничено, и это уже определенный экономический удар по интересам граждан Армении и самой Армении. Так что здесь, я думаю, что ситуация достаточно понятная и развивается она, в принципе, в рамках тех целей, которые, в общем-то, были поставлены Западом для переформатирования политики Армении, ориентации ее на Запад. Ну, для Армении это дело, в принципе, привычное, потому что я уже говорил о том, что речь идет просто о смене хозяина. В свое время мы помним, как Армения предала Персию и переметнулась, точнее, армяне переметнулись в объятия России, начали переселяться на территорию России. И я вам скажу, когда я был в Тбилиси, мне попал, в общем-то, один очень интересный документ из архивов. Это дело дипломатической кантерярии при главноуправляющем за Кавказским краем Российской империи. Документ 24-го года. И там речь идет о том, как один из представителей армянской общины, купец такой Грекуров был, Антон Грекуров, он изъявил готовность армян действовать против персиян. И вот это желание было изложено докладной записки цифлистского губернатора. И в ней говорит, что армяне, проживающие в Персии, готовы принять российское подданство России и действовать совместно с Россией против Персии. То есть еще одно условие, которое они там выдвигали, они говорят, что если вы нам создадите такие же условия, которые нам создала Персия. То есть они не жалуются на свое плохое пребывание, на свою плохую жизнь в Персии. Даже наоборот получают. Но просто они хотят сменить хозяина и переселиться на территорию Российской империи того времени. И вот, кстати, там есть очень интересные слова, которые говорят о том, что они желают России успехов в завоевании Азербайджана и надеются на свое проживание под короной Российской империи. Так что вот тогда Персия была предана армянами. И этот процесс мы помним в первой четверти XIX века, как были завоеваны азербайджанские ханства и как армяне переселялись на территорию России, которая завоевала эти ханства. Вот сейчас настало время очередного предательства. Мы помним, когда армяне предавали Турцию во время Первой мировой войны, а потом преподносили это как мнимый геноцид. И вот очередное предательство теперь уже России. И почувствовав, очевидно, какую-то прибыль, какие-то интересы с точки зрения армянства, идет очередное предательство. Мы стали свидетелями вот этого исторического предательства армян по отношению к России. Я думаю, что... Да, пожалуйста. Ну, тут вообще тогда еще ведь, судя по тому, как вы с первого вопроса вот аккуратно ведете вот эту линию для понимания ситуации, здесь еще же происходит и такой момент, если брать там... Ну, понятно, что это всегда там Южный Кавказ, Центральная Азия, Ближний Восток было в зоне внимания всех геополитических мощных сил. На данный момент, по большому счету, с этим ничего нового не происходит. Мы это прекрасно понимаем. Другое дело, что если Азербайджан заявляет свою позицию, неоднократно заявил и поддерживает, что ни одного там никакого там внешнего представителя внешних сил не будет на территории Азербайджана, Армения буквально раскрывает со всех сторон там свои двери и спокойно всех, если не приглашает, то молча принимает, раскрывая объятия. Но с другой стороны, ведь получается, что тут же определенные силы на Западе, которые все время внешне ратуют за поддержание мира и стабильности на Южном Кавказе своим вот этим вооружением, с одной стороны, нашпиговыванием вот этих миссий, а сейчас уже и личный состав, который прибывает буквально открыто в этот завартноц и будет раскидываться то ли по Еревану, то ли по всей Армении, то ли в приграничье. В любом случае получается, что это все подпитывает, вот как вы говорите, те самые реваншистские настроения. То есть, если даже в этом обществе имеется в виду армянский социум, еще какие-то мысли в определенных кругах есть, что все же, может быть, попытаться действительно входить спокойно в экономические проекты, где задействованы Грузия, Азербайджан и Турция, а даже если это еще и между Китаем и Европой связка, получается, логистика транспортная, то здесь именно, получается, отдельные круги Запада, и вот формируют вот этот вот милитаристский крен, который очень четко подпитывает и те идеи, которые характеризуют ситуацию на внутреннем поле Армении. Ну, вы знаете, здесь надо, прежде всего, четко представлять, что все, что происходит на территории Армении сейчас и вокруг Армении. Это ситуация, которая представляет минус замедленного действия, потому что это представляет огромную опасность для безопасности Южного Кавказа. Посмотрите, нигде еще в мире, на мой взгляд, я могу ошибиться, но, на мой взгляд, это так, еще не находились так близко друг к другу военнослужащие России и американцы Соединенных Штатов Америки. Посмотрите, на границе с Азербайджаном европейская наблюдательная миссия, которую мы все знаем, прекрасно понимаем, которая состоит из бывших военнослужащих, разведчиков, полицейских, на юге Зангизура, на границе с Ираном, находится вот сейчас уже на базе, так сказать, военнослужащих Соединенных Штатов. Накапливается вооружение там. И здесь же, в Армении, совершенно не так далеко, скажем, от дислокации европейцев и американцев находится российская военная база, и находятся также пограничники ФСБ России. То есть, я не знаю, мне на память не приходит другая такая точка в мире, где бы они так тесно соприкасались. Поэтому, я думаю, что здесь достаточно серьезная спичка поднесена, в общем-то... Для того, чтобы пожар, да? Чтобы пожар, да, скажем? Так, и к тому, что к возгорающимся веществам, которые вполне могут в любой момент вспыхнуть и привести к взрыву и пожару. Поэтому это достаточно серьезная ситуация, и аналогичная ситуация я в последние годы, десятилетия не припомню, пожалуй. Достаточно серьезная ситуация. Поэтому, как это все будет, как будут развиваться события, нам надо будет просто внимательно наблюдать, потому что Россия достаточно сильна и на Южном Кавказе, и в Армении, несмотря на утверждения. И мне кажется, что здесь вот именно вот эта опасность, осознание того, что Россия не уступит, в общем-то, влиянию в Армении, это для нее принципиально, вот это осознание, оно само по себе уже достаточно опасно для того, чтобы мы имели возможность увидеть какой-то конфликт, какое-то возгорание, что не нужно ни Южному Кавказу, ни Азербайджану, ни Грузии, да и самой Армении тоже это не нужно. Хотя Армения все для этого сама делает. Ну вообще вот это и есть парадокс, да, то есть на самом деле уникальный случай государство-победитель протягивает руку помощи государству, проигравшему на следующий день после уникальной убедительной победы, призывая в буквальном смысле присоединяться к проектам и стать реально независимым, суверенным государством. Но не идет на это официальный Ереван, и то, что вот эти лавирования, на которые вы, кстати, вот обратили внимание постоянное, да, дезавуирование, как мы говорим, и определенные внешние силы, и самих себя, это и есть вот лейтмотив, скажем, линии, внешнеполитической линии нынешнего правительства Армении. Спасибо нам и к Малиму очень такой серьезный аргументированный разговор, и то, что вы в конце говорите, безусловно, получается, что и определенные силы на Западе, они все же рассматривают Южный Кавказ с точки зрения того, чтобы его, и об этом говорил и президент Ильхам Алиев, поджечь, то есть подбрасывать, там, он говорил, по Франции конкретно, да, то есть поленья, вот эти, там, вы говорите, спички, то есть фактически поджигать целые регионы. Вот сейчас нашпигование и оружием, и вот этим личным составом, это, конечно, показывает, что одна из целей, действительно, к сожалению, вот преследует именно этот, такой, такие возможные события, которые они пытаются в собственных интересах и пробивать. Напоминаем, что с нами сегодня был намек Алиев, чрезвычайный полномочный посол, доктор юридических наук, профессор, оставайтесь в CBC, будем знакомить с вас важнейшими событиями, которые происходят на Южном Кавказе, вокруг и в целом в мире. Спасибо за внимание.